Всем привет! Рассуждаем о коксоартрозе, тренируемся. Но тренировки все-таки проходят в моей группе в закрытой ВКонтакте. Поэтому ссылка будет всегда внизу здесь под видео. И вы можете мне написать, если хотите вместе со мной тренироваться. Группа платная, 530 рублей. Что я хочу сейчас рассказать. Вот живет мужчина себе, такой Николай Владимирович, например. Ну, возраста там 50 лет. 55. Живет, и у него вроде бы все нормально. Спит со своей женой, может быть не так часто, как в молодости. Ну, вроде бы, ну, спит. Ну, как он говорит. Ну, я живу с женой уже там 30 лет. Конечно же, уже не то влечение. Любит пиво. Ну, не то, чтобы он алкоголик. Ну, просто в хорошей компании, за хорошим куском мяса. Почему не выпить там 3-4 бутылки пива? В банке не попариться. В общем, такой среднестатистический Иван Петрович. Или как он там, Николай Сидорович. И этот мужчина, ну, может пропустить там 2-3 люмки водки. Он не будет там нажираться в хлам. Он ведет себя достойно, прилично. Ну, просто с начальником может выпить на корпоративной вечеринке. Может выпить на юбилей там в гостях. И, в общем-то, ну, по выходным пропустить стопочку перед ужином. Ничего страшного. Это такая наша, российская или общемировая действительность. В этом ничего страшного. Так живут миллионы. Но вот как-то вот этого Сергея Павловича все вот немножко не так. Вот что-то он чувствует. Но он что-то чувствует не в порядке у себя. Что-то там колени побаливают, там присесть трудновато. Что-то там плечо плохо поднимается. Ну, он кому-то говорит, ну, там на даче собрались, дачу строят там у знакомого. Ему там знакомый говорит, захвати мешок цемента. Он говорит, я не могу, у меня там плечо что-то хреново себя чувствует. Или там поясница побаливает. Ну, так-то, в общем-то, здоровый. Он даже может ходить в спортзал, делать упражнения, которые ему комфортны. Но внешний вид, когда он идет в парилку, он смотрит на себя в зеркало и думает, откуда эта брюхо появилась. Откуда вот эти сиськи свисающие. Почему руки перестали быть рельефными. Почему вода накапливается в организме. Почему тяжесть какая-то. Почему депрессивное состояние. Почему сейчас в этом хаосе событий я чувствую постоянно какие-то панические атаки. И почему страхи меня преследуют. И вот у этого Андрея Вениаминовича, для него ответ простой. У него может быть уровень гормональный тестостерона находится где-то ближе к началу референта. А эстрадиол, женский гормон, может зашкаливать. Но он никогда его не проверял. В жизни никогда не проверял. Он слышал, что какие-то спортсмены что-то там проверяют. Вот там знакомый качок какой-то проверяет. Но он сам лично не проверяет. Я же там ничего не употребляю. Кроме водки и пива. Да, помним начало истории. Я же ничего не употребляю. Я живу там как обычный нормальный человек. Зачем, для чего мне эти гормоны. Ну, значит, с женой плохо сплю, потому что 30 лет с ней живу. Плечо болит, потому что возраст за 50 уже перескочил. Все умрем, все там будем. В общем-то, депрессии. Ну, с работой плохо. Там под сокращение попал. Настроение такое. Да характер у меня такой просто депрессивный. Он себе все рассказал. Все рассказал, все объяснил. А на самом деле причина лежит вот в этом эстрадиоле. И разрушение костей, разрушение суставного костного аппарата будет идти в геометрической прогрессии. Хрящевая ткань не будет восстанавливаться. Кости будут слабые. Все процессы вот эти катаболические, разрушительные, накинутся на него после вот этих 50 лет. И начнут его просто разрывать на части. И туда входит и умеренное употребление алкоголя, и курение, и плохой сон как следствие. Плохой сон, да, не успевает восстанавливаться хрящевая ткань, если сон плохой. Депрессии, панические атаки. Отсутствие нормального секса. Все это вместе приведет к тому, что ваши колени, ваши тазобедренные суставы будут находиться в состоянии разрушения. Поэтому, сделайте анализы, проверьте, мужчины и женщины. Посмотрите, это вы можете самостоятельно сдать в лабораторию. Посмотреть основные анализы. Эстрадиол, пролактин, тестостерон. Мужчины свободный, общий. ГСПГ. Все это, вот буквально там, это обойдется в полторы-две тысячи рублей. И вы сразу, исходя из этого, поймете, что у вас идут какие-то дисбалансы. Что у вас есть какие-то нарушения. И уже как следствие дальше, вы будете цепочку раскручивать. Там у вас будет, и уже дальше, если вы начнете исследовать этот вопрос, у вас будет там повышенный кальций в крови, у вас там могут возникнуть проблемы с холестерином, сахар может быть подниматься. Это все, вот изначально это все гормоны. То есть, половые гормоны, которые решают основные задачи, могут вас подтолкнуть к размышлению или к дальнейшим действиям для того, чтобы изучить дальше свой организм. И когда у вас вот эти все дисбалансы выровняются, вы тогда можете нормально тренироваться, и вы будете знать, что у вас хороший сон, вы прочувствуете это, что сон будет хороший, что давление упадет, что где... Вот это давление, да, кстати, оно абсолютно связано с эстрадиолом. Абсолютно. Высокий или чрезмерно низкий, то, ну там, для женщин, например, это тоже будет связано с вашим давлением. Поэтому проверьте себя, и потом уже переходите к нормальным, спокойным тренировкам у меня в группе или самостоятельно, и ваши суставы вам скажут спасибо. Всем пока!